Всем привет! С вами я, Елена Белова, ваш астролог. И у нас астрологический прогноз с 25 апреля по 1 мая. Неделя начинается на очень приятных аспектах. На небе вырисовывается удачная конфигурация, которая будет действовать до 5 мая. Она открывает хорошие возможности для того, чтобы привлечь чье-либо внимание, произвести хорошее впечатление, а также провести плодотворные переговоры или помириться с тем, с кем в ссоре. 29 апреля Плутон начнет свое ретроградное движение и будет находиться в этом положении до 9 октября. Плутон – планета трансформации. Ее иначе называют хирургом, который отсекает все ненужное и отжившее, что может сопровождаться болью и дискомфортом. Наибольшую силу Плутон проявляет, когда становится стационарным. Это сейчас, период с 26 апреля по 29. Он провоцирует события по каждому знаку. Здесь нужна будет личная прогностика. Энергии Плутона настолько сконцентрированы, что не спрячешься и не увернешься от его мощного влияния. Но самое главное астрособытие недели – в субботу, 30 апреля, в 23-27 по Молдове произойдет солнечное затмение, которое откроет коридор затмений. Яркие и неожиданные перемены. Оно внесет в жизни тельцов и скорпионов, особенно рожденных 25 апреля по 6 мая и с 29 октября по 8 ноября. Так или иначе, в жизнь каждого может привнести что-то новое, потому что это особые точки в солнечно-лунном цикле. Последствия этих перемен будут иметь долгоиграющий характер. Затмение может давать возможность проявить накопленный ранее потенциал, возможность открыть новую страницу жизни, но при этом требуется следовать за своим сердцем. Это время, когда особенно важно увидеть свои, а не чужие, цели и быть созвучи с миром. Потому что если это не так, то именно сейчас могут последовать сложные события, которые будут указывать на истинный путь. А теперь прогноз по знакам. Овен. Овнам предстоит относительно спокойная неделя. Будет хорошо подводить итоги, неспешно строит планы. Однако, если вам захочется проявить свою огненную природу и сделать что-то решительное, это тоже не возбраняется. В общем, на неделе вы сами себе хозяева и можете смело проявлять приходящие изнутри импульсы. Затмение затронет вашу финансовую сферу, возможно изменить источник дохода. Телец. Для тельцов неделя положительная. Прежде всего, вы будете активны и настойчивы. И это будет помогать вам в делах. А также поталкивать занятия спортом, которые будут особенно благоприятны. Энергия мягкости и наслаждения поможет вам строить отношения с окружающими и находить компромиссы. Да и просто провести эту неделю с комфортом и удовольствием. Затмение затронут вас. Образ жизни. Пересмотрите его. Близнецы. Для близнецов неделя довольно напряженная. Прежде всего, она опасна конфликтами, которые могут вспыхивать здесь и там. Будет сложно сдерживать себя в спорных ситуациях. А от окружающих особой ступчивости тоже ждать не приходится. В другие моменты возможны приступы лени. Вот так и приходится лавировать то раздражительность, то лень. В коридоре затмений вы сможете избавиться от зависимой. А также откроется какая-то тайна, связанная с женщинами, деньгами или вещами. Рак. Ракам предстоит исключительно благоприятная неделя. Она очень хороша для начала важных дел. Расставить приоритеты в целях и приступить к активным действиям. Также неделя благоприятна для любовной и чувственной сферы. Для наслаждения красотой. Изменения будут в ваших коллективах, а также среди единомышленников. Найдете нового друга, перейдете в другой коллектив. Лев. Для львов неделя напряженная. Возможно, борьба за влияние и конфликты. Будет сложно уступить первенство, а окружающие вместо поддержки будут оказывать сопротивление. Закончить такие конфликты к общему удовлетворению будет довольно сложно. Так что лучше не допускать их возникновения. Но затмения помогут вам получить новую должность. Также будет больше ответственности. Получение премии, награды. Девам. Девам предстоит неделя со смешанным влиянием планет. С одной стороны, вы будете хорошо чувствовать перспективу, осознавать свои цели и видеть маршрут к ним. С другой стороны, возможны перепады настроения, вспыльчивость и раздражительность. Будут сменяться изнеженностью и ленью. И то, и другое мешает продуктивной работе. Также затмение поможет вам завершить судебные разбирательства, наконец решить получить официальный статус в личной жизни. Весы. Весам предстоит относительно спокойная, скорее благоприятная неделя. У вас получится собраться с мыслями, подвести итоги, а также построить долгосрочные планы. Возможно, обстоятельства начнут складываться таким образом, чтобы помочь вам двигаться вперед. Изменения на этой неделе сделают акцент на мужских энергиях, а также есть тенденции для открытия нового бизнеса. Скорпион. На скорпиона будут действовать разноплановые энергии. Положительная энергия активности и настойчивости поможет вам добиваться успеха. Мягкость и обаяние позволят выстраивать личные отношения, найти подход к противоположному полу. Однако, вам будет сложно разобраться в своих приоритетах, достичь внутреннего равновесия, понять, чего же вы хотите сами. Да, и у вас затмения затронут сферу партнерства и отношений. Завершение старых, начало новых. Стрельцы. Для стрельцов неделя напряженная. Прежде всего, опасайтесь конфликтов и старайтесь не входить в состояние повышенного возбуждения вспыльчивости. Порой, возможно, и другая крайность – увлеченность вредными удовольствиями и излишествами. Постарайтесь опираться на здравомыслия и принципы. Затмение даст вам смену распорядка дня. Старые правила и инструкции будут неактуальны. Им на смену придут новые. Козерог. Для козерогов неделя исключительно положительная. Собранность, точность мышления, активность и настойчивость – все эти энергии очень помогут вам в делах. А мягкость и нежность помогут в чувственной сфере, в личных отношениях. Неделя для вас пройдет с пользой и удовольствием. Изменения произойдут в вашей самооценке. Возможно, зачатие или беременность, а также новая любовь. Водолей. Для водолеев неделя напряженная. Вам будет сложно определиться с приоритетами и направлением дальнейшего движения. Возможно, стремление к свободе любой ценой. И отрицание всех ограничений, даже своих собственных прежних решений. В связи с этим будет сложно целенаправленно двигаться вперед. Возможно, метание и непоследовательные действия. Перемены в сфере недвижимости. Возможен переезд, продажа или покупка новой квартиры. Затмение затронет отношения с родителями. Пересмотр финансовых вопросов. Рыбы. Рыбам предстоит благоприятная неделя. Вы собраны, чувствуете себя хорошо, обладаете устойчивой самооценкой. Неделя подходит для начала новых проектов и других важных дел, требующих повышенной энергии и решительности. Рыбам затмения несут новую учебу, новые курсы, новый автомобиль, а также получение документов, которых давно ждали. Живите в гармонии с ритмами космоса и пусть все у нас будет хорошо!